В прямом эфире вечерние новости. Я Денис Сенькин. Здравствуйте. Первая планерка года прошла в городской администрации на повестке «Планы на будущее». Что погода приготовила кубанцам на ближайшую неделю? Расскажем прогнозы от синоптиков и готовы ли коммунальщики к возможным неприятностям. Прямая линия с губернатором пройдет 12 января. Задать вопрос главе региона еще можно. Чудотворную икону Пресвятой Богородицы привезли в Краснодар. Репортаж из Святой Екатерининского собора. В этом году в бюджет края необходимо мобилизовать не менее 430 миллиардов рублей собственных доходов. Такую задачу поставил губернатор. Вениамин Кондратьев сегодня провел первое в новом году пленарное совещание, посвященное реализации основных региональных проектов. В целом нужно сохранить темпы экономического роста, устойчивость и адаптивность к любым вызовам, отметил глава края. Валовой региональный продукт в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей. А в 2023-м краевые власти планируют достичь отметки в 3,8 триллионов рублей. Валовый региональный продукт. Вот какой он будет, это значит и есть наш результат. Итог прошлого года. На самом деле, еще раз хочу сказать, что 4 года назад мы сказали, что это фантастика. Этого быть не может, чтобы валовый региональный продукт был 3,5 триллиона рублей. Это недостижимые были результаты. А в этом году мы ставим 3,8 триллиона рублей сегодня в валовый региональный продукт. И нам важно эту планку достичь, чтобы экономика по-настоящему не то, чтобы была стабильна, а имела развитие. В непростых условиях. И мы по итогам прошлого года и бюджет 410 миллиардов рублей показали на самом деле, что это время возможностей. Это не слова, а реальные дела. Мы максимально сделали все, чтобы зайти, еще раз подчеркиваю, на те же полки, на ниши, которые оставили иностранные компании своей продукцией, своими товарами. Но в прошлом году были первые шаги. А в этом году они уже должны быть более уверенные и еще более активные. Благодаря грамотной бюджетной политике удалось выйти на рекордные объемы строительства социальной и инженерной инфраструктуры. В 2023 году предстоит завершить 102 объекта. Таких масштабов строительства еще не было в истории края. В эксплуатацию введут 20 новых школ, 23 детских сада, 9 поликлиник и 11 центров единоборств. Откровенно, в прямом эфире в среду, 12 января, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет прямую линию, во время которой пообщается с жителями края. О том, сколько уже вопросов присланы и какие темы больше всего волнуют людей, узнаете в нашем следующем сюжете. 12 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет прямую линию в эфире у наших коллег. На телеканале «Кубань-24» глава региона ответит на вопросы жителей Краснодарского края. Отправить их можно несколькими способами, они сейчас на ваших экранах. Трансляция начнется в 12 часов пополудни. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в работу возьмут все поступившие вопросы и предложения. А пока их получили уже более трех тысяч. На первом месте тема жилищно-коммунального хозяйства. Она занимает примерно треть от общего количества обращений. В тройке также темы транспорта и дорожного хозяйства, а также социального обеспечения. Будущую прямую линию уже комментируют общественные деятели региона. Во-первых, почти 80% обращений поступило через интернет. Из них абсолютное большинство через телеграмм. Это говорит о высоком уровне освоения жителям Краснодарского края информационных технологий и гаджетов. То есть кубанцы достаточно продвинуты. Во-вторых, очень низкое число обращений по здравоохранению. Да и вообще по социалке. Учитывая, что мы совсем недавно пережили ковид-пандемию и еще продолжается высокая заболеваемость гриппом. Говорит о том, что в регионе удалось эти сферы поднять до достойного уровня. Одно из важнейших событий, где каждый может выйти на прямую коммуникацию с главой региона в решении вопроса. Работа прямой линии уже не раз показывала себя. Как эффективный инструмент взаимодействия жителей с представителями власти, так и отличный способ сделать аналитический просев ситуации с направлениями деятельности в муниципалитетах. Больше всего вопросов поступает от жителей Краснодара, а также Сочи, Анапы, Новороссийско-Белореченского и Туапсинского районов. Анастасия Глазкова, Виталий Молчанов, телекомпания «Краснодар». Перейдем к городской повестке. Как прошли новогодние и рождественские праздники в Краснодаре и как будет развиваться город в 2023 году. Об этом говорили на первом в этом году аппаратном совещании в администрации города. Сколько откроет соцобъектов, в каких направлениях будут развиваться дорожно-транспортная сеть, жилищно-коммунальное хозяйство и прочие важные для краевой столицы направления, узнала Мария Гетманюк. Новогодние и рождественские праздники в Краснодаре прошли спокойно. Об этом рассказали на первом в этом году традиционном совещании в администрации Краснодара. На улицах города, в парках и скверах, в местах массового пребывания отежурили сотрудники администрации Краснодара, внутри городских округов, правоохранительных органов. Глава города Евгений Наумов поблагодарил службы города за качественную работу и оперативность. Хотел бы выразить свою благодарность всем нашим коллегам, сотрудникам, коммунальным службам. Праздники прошли у нас достойно, без особых ЧП, как вы уже сказали. Это наша общая работа, это общее достижение. Было много аварий, много было, но они были максимально короткий срок ликвидированы, больших жалоб, либо каких-то нареканий со стороны населения, но замечено не было. Коллеги, еще раз всем большое спасибо за работу. Небольшие аварии были, но их быстро устраняли. Сотрудники администрации совместно с городской полицией быстро выявляли нарушителей, как, например, этого графициста. За период празднования Нового года отделом видеонаблюдения фиксировались незначительные правонарушения. На территории города всего было четыре. В основном это связано с снятием новогодних украшений, съелок, установленных на центральных площадях города. Ну а также кража, ну одна кража и одно граффити. Надо сказать о том, что по всем событиям немедленно была проведена реакция правоохранительными органами, по двум проведены задержания, по двум проводятся проверки. В новогодние праздники в Краевом центре прошли более 670 представлений, концерты, елки, спектакли. Весело, интересно и, что самое главное, безопасно для юных краснодарцев и их родителей. Именно такую задачу ставили перед собой городские власти, и она выполнена. Задачу города на 2023 год немало. Развитие дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительство соцобъектов, дорог и другие важные направления. Год уже начался, времени на раскачку у нас нет. Сегодня начинаем и заканчиваем 31 декабря. Планов много, задач очень много. Начинаем с социальных строек, заканчивая всеми нашими мероприятиями, каждый по своему направлению. С огоньком в глазах подойти к каждому направлению, бежать вперед. Бежать вперед, не стесняясь, не боясь ничего. Самый главный результат. Заместители главы Краснодара выступили с докладами по развитию каждого направления. Так, в новом году в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию 36 объектов капитального строительства. В этом году планируется ввести 10 школ на 12 350 мест. Из них мы планируем ввести 5 школ. К 1 сентября это 6 тысяч мест. Также мы планируем ввести 21 детский садик на 5 205 мест в городе Краснодаре. В 2023 году планируется ввести 3 спортивных объекта, достроить детскую поликлинику на писателя Знаменского. Также построить и ввести водопроводные сети на территории жилых массивов, выделенных многодетным семьям в посёлке Октябрьска. Сегодня в городе одномоментно строят 58 социальных объектов. На официальном портале администрации Городской думы Краснодара создан специальный раздел, где собрана информация обо всех строящихся и проектируемых социальных объектах. В 2023 году планируют обновить троллейбусный парк Краснодара. Об этом рассказал заместитель главы города Владимир Архипов. В городе также продолжается строительство дорог. Продолжим реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». На 38 объектов ремонта у нас заключены контракты. 11 из них мы начали в прошлом году, 9 закончили, 2 в стадии ремонта. Соответственно, 27 должны в этом году постараться. Очень сделать к 1 июня. Один из них сегодня начинаем. Ещё это ремонт улицы Пионерской. Соответственно, до конца года и за 7 лет реализации БКД мы отремонтируем 364 участка автомобильных дорог общей протяжённостью более 471 километра. На аппаратном совещании обсудили развитие жилищно-коммунального хозяйства. В 2023 году запланирован капитальный ремонт более 400 многоквартирных домов, озеленение улиц, парков и скверов, развитие инженерной инфраструктуры и другие. Обсудили и развитие отрасли образования и культуры. В этом году Краснодару исполнится 230 лет. Также город отметит 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И, как отметил глава Краснодара Евгений Наумов, эти события мы должны провести достойно. Мария Гитманюк, Андрей Токмаков, Павел Сагайдак, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». В этом году появилось пособие для семей с детьми и беременных женщин. Оно будет выплачиваться каждый месяц малообеспеченным семьям с детьми от рождения и до 17 лет, а также женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности. Данная поддержка объединит существующие выплаты для нуждающихся семей. Об этом напомнила заместитель губернатора Кубани Анна Менькова в своем телеграм-канале. Подать заявление для оформления пособия можно на портале госуслуг или при личном обращении в МФЦ, либо в социальный фонд. Анна Менькова также рассказала, что в Краснодарском крае за новогодние праздники на свет появились 1033 ребенка. Это 534 мальчика и 499 девочек. Из них 15 двоен. Больше всего малышей родились в краевом центре. Завтра для проведения ремонтных работ на переправе закроют Крымский мост для движения автомобилей. Ограничивать проезд начнут с 3 часов утра, а полный запрет начнет действовать с 4 часов. Возобновится движение в 16.00. Автодорожная часть будет окончательно восстановлена в марте этого года. Ремонтные работы ведутся круглосуточно. Ранее сообщалось, что в январе установят первые два пролета автомобильной части. Сейчас в очереди на переправу ожидают 37 машин. За прошедшие сутки паромы перевезли в Крым 163 автомобиля и 192 пассажира. В Минтрансе попросили водителей заранее планировать свои поездки и следить за обновлением информации. Адресные посылки, подарки, лекарства, продукты питания, теплые вещи и не только. В период новогодних праздников казаки кубанского казачьего войска доставили более 25 тонн посылок для жителей Донбасса и добровольцев из бригады Кубань, мобилизованных из Краснодарского края. Казаки поздравили детей с Рождеством, подарили одежду, сладости и игрушки. Все для того, чтобы наши люди знали, они не одни. Подарить это чувство можете и вы. Все, что необходимо для участия в акции, своих не бросаем. Это отсканировать QR-код в приложении любого банка и внести желаемую сумму пожертвования. Каждый ребенок, который был вынужден покинуть свой дом с территории проведения специальной военной операции, сможет абсолютно бесплатно посетить мастер-классы по рисованию, декоративно-прикладному искусству и вокалу. Все занятия проходят в досуговом центре фонда «Поколение» по адресу Буденного 140 в будние дни. Для записи и уточнения дополнительной информации обращайтесь по телефону или пишите на электронную почту. Этот проект реализуется в рамках специального конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Супружеской паре, убившей пятилетнего мальчика 9 июня прошлого года и инсценировавшей его пропажу, продлили срок содержания под стражей. Мать погибшего в тот летний вечер сообщила волонтерам из «Лизы Алерт», что ее ребенок пропал во время семейного пикника. Оказалось, история выдумана. На самом деле, в порыве гнева отчим нанес мальчику с особой жестокостью удары по голове и туловищу. В ту же ночь мальчик от полученных травм скончался. Утром, увидев тело, родители положили его в сумку и вывезли в лесополосу. Зачем был разыгран спектакль с исчезновением и какое наказание понесут обвиняемые и установят в суд. Заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 20 января этого года. Умягчение злых сердец. Одно название говорит о силе и значении святого образа, которое прибыло в Краснодар. Известную на весь мир чудотворную икону встретил митрополит Екатеринодарский Кубанский Григорий. Подробнее в следующем сюжете. У света Екатериненского собора собрались краснодарцы в ожидании настоящего чуда. Иначе и не назовешь икону умягчения злых сердец. Она известна на весь мир благодаря необычным событиям, которые сопровождают ее. И это один из образов Божьей Матери, который мир оточит. В Краснодар его привезли по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Он же провел молебен в честь приезда чудотворного лика. К сожалению, так в жизни нашей бывает, что мы по своей греховной наклонности бываем злые. Мы не исполняем заповедь Божью о любви к нашим близким. Наоборот, по самым разным причинам наше сердце ожесточается. У нас появляется злоба, ненависть. Все это появляется, как правило, сначала в наших мыслях, в наших чувствах, в наших желаниях. Привезли икону из деревни Бачурина из-под Москвы. Именно здесь возвели церковь во славу образа умягчения злых сердец. Все началось с того, что икону Богородицы купили в обычной церковной лавке. Принесли к мощам Святой Матроны 25 лет назад. Тогда впервые образ за мир оточил. И сейчас святыню хотят видеть верующие по всему миру. Даже сопровождающие говорят, что ощущают благодать иконы на себе. На Сахалине я очень сильно упал, и у меня было сильное растяжение ноги. Я даже боялся, что не смогу больше сопровождать икону по приходам Сахалина. Съездили, конечно, к врачу. Он зафиксировал сильнейший перелом. Слава Богу, разрыва связок не было. Вот я молился, как мог. И при переезде в другой город вышел из машины. Я понял, что могу ходить. Икону Богородицы возят по всей России и в зарубежные страны. На Кипре после визита образа возвели храм. Теперь и краснодарцы могут прикоснуться к чудесному образу. Облегчение на душе. Легче стало и веселее, радостнее. Так что спасибо за икону. Умягчение злых сердец мне наиболее близка, потому что наша жизнь действительно наполнена такими страстями, что хочется в первую очередь, конечно, побороть свои страсти и свое жестокосердие. И поэтому это прибежище, прибежище и спасение. Икона умягчения злых сердец будет находиться в Свято-Екатерининском храме по 17 февраля. С 10 утра до 4 вечера перед ней будут совершать молебны, чтобы чудо поселилось в каждом сердце. Оксана Ехимович, Дарья Безинская, Андрей Токмаков и Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Завершается первый рабочий день. Первые рабочие недели в новом году. Но в самом разгаре по-прежнему зима. Потрепала она уже немало нервов краснодарцам своими морозами. Но чего ждать от нее дальше? Все расклады у Виталия Молчанова. От души напомнила о себе зима. Пока без других ее признаков, без снега, но мороз ударил приличный. На смену высокой температуре воздуха, который побаловала жителей Кубани и ее столицы новогодняя погода, в регион пришел Мурманск или Воркута. Сегодня утром столбики уличных термометров в Краснодару упали до отметки 14 ниже нуля. Для жителей северных регионов страны это, разумеется, почти лето. Но для привычных к кубанскому теплу жителей это чувствительно. И не только для нас. Вся живность, еще несколько дней назад радовавшаяся, казалось бы, пришедшей весне, кутается в свои шерстяные и перьевые пальтишки. Больше чем на 10 градусов температура воздуха ниже нормы. Морозы ждали традиционное накрещение, но у погоды свои планы. А они здесь бывают самые разнообразные. Так, 13 января 1960 года в краевой столице зафиксировали температуру выше 19 градусов. А за 20 лет до этого только 11 января в Краснодаре был зафиксирован температурный рекорд. Почти 33 мороза. Первая половина января 1940 года была одной из самых холодных за историю наблюдения в городе. А что будет в этом январе? Пока можно говорить, что ничего аномального. С сегодняшнего дня становится немного теплее. И к воскресенью ждем, ожидается до плюс 7. Ночью уже заморозки пока останутся. Что для середины января вполне естественное явление. А с такой нормой и зима переносится легче. Быстрая или затяжная, она все равно уступит место весне. Виталий Молчанов, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». С наступлением морозов нужно думать и о безопасности на дорогах. Так, на автомобильных трассах Краснодара начали бороться с зимней скользкостью. В разных точках города распределили 43 единицы комбинированных дорожных машин. А в случае необходимости будет привлечена дополнительная техника. У нас уже отрицательная температура воздуха. Мы организовали дежурство комбинированных дорожных машин. При необходимости мы производим обработку искусственных сооружений противоговорными материалами. Также на локальных участках обрабатываем автомобильные дороги в случае выноса талых вод на проезжей части. Устойчивая работа автомобильных дорог в зимний период выполняется за счет четкого взаимодействия всех структурных подразделений, обеспечивающих работы по содержанию и безопасности движения транспорта на дорогах. На пересечении улиц Красной и Офицерской недалеко от детской поликлиники номер 5 устранили порыв на теплотрассе. Тепло и горячая вода уже пошли по трубам близлежащих домов. Открылся и для пешеходов подземный переход, закрытый ранее для устранения аварии. Там сейчас грязно, но коммунальные службы обязательно наведут порядок. В Краснодаре начали ремонт улицы Пионерской. Проводится он в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке от улицы Ким до улицы имени Болотникова. Общая протяженность составляет один километр. На ремонтируемом участке установили временные знаки, а техника уже вовсю работает. Просим водителей быть внимательными и скорректировать свой маршрут заранее. Потому что в ходе ремонта эта улица будет частично перекрыта. На участке заменят дорожное полотно, нанесут разметку, установят дорожные знаки, отремонтируют тротуары там, где это необходимо. На данный момент ведутся работы по демонтажу асфальтобетона на подходах к пешеходным переходам. Низкие температуры, которые сейчас установились в Краснодаре, на качество таких работ не влияют. Основной этап реконструкции улицы начнут, когда погода будет соответствовать технологии проведения ремонта. Кстати, в прошлом году в рамках нацпроекта этапа 2022 года в Краснодаре отремонтировали 33 участка, это 30 километров дорог. На главной городской площади начали убирать элементы новогодней ярмарки. Сегодня подрядчики начали убирать ларьки со своей продукции. А в ночь с 10 на 11 января демонтируют деревянные домики и футраки. А вот главный символ нового года – елку трогать пока не планируют. Она простоит до 15 января. Поэтому краснодарцы смогут встретить старый Новый год вместе с зеленой красавицей. В наступившем году кролика особенно важно любить природу и братьев наших меньших. Для обретения счастья не обязательно общаться только с ушастым символом 2023-го. Радость могут принести любые животные, в том числе и ежи. Такие колючие, но все равно милые. С насекомоядными познакомилась Дарья Безинская. И сейчас расскажет все об этих зверьках. Они здесь настоящие хозяева. Их очень много, они очень классные. У каждого свой характер, с каждым хочется познакомиться. И вот мы с Тимофеем пришли, чтобы узнать, как же живут африканские ежики и как общаются с краснодарцами. Речь о милых и общительных ежиках. Это декоративная порода, африканские. То есть они выращены специально для того, чтобы радовать человеческие сердца. Вот мы познакомились с Шуней. Она отличается от своих собратьев нежным, почти персиковым окрасом и большим любопытством. А экскурсию по нраву жизни ежиков проводит специально обученный человек – ежиный эксперт, который их кормит, моет, даже стрижет маленькие ноготочки на изящных лапках. Ежиные эксперты, кажется, знают все. Дети пушистые, прием бока такие у нее. Это чтобы пережидать пустынные ночи. Для холодных пустынных ночей у нее прям пух. Лапки большие, большие-большие, чтобы тоже быстро бегать. А это Адель – ушастая ежиха. Эта порода пришла к нам из пустынных регионов. У нее есть еще сестра. Даже с родственниками ежи предпочитают жить в разных квартирах. Кстати, красавцы эти работают на экскурсиях посменно. Два дня общаются с посетителями, два дня отдыхают в специальном террариуме. Познакомьтесь, это Алеша. На самом деле он по паспорту Дионис, но подписчики решили, что он похож на Алексея. Как нам сказали, у него очень флегматичный характер. Он любит спать, отдыхать. Он один из самых пухлых ежиков заведения. Но все равно в незнакомых руках Алеша очень активен. И все же ему не переплюнуть по огненному характеру Альфа, который то и дело норовит убежать из специального лотка. От знакомства с этими игольчатыми красавцами расцветают даже взрослые посетители. Впечатления очень хорошие, как будто попадаешь в детство. Спасибо большое всем организаторам, что придумали в нашем городе такое замечательное дело. Мне очень понравилось. У меня на даче живут, но я так глубоко не погружался в жизнь. Много специфических деталей. Специально для нас показывают самую изящную красавицу. Это Донателло. У нее длинные черные лапки. Кажется, что ежиха надела длинные перчатки. Характер у нее тоже сдержанный и даже аристократический. А этот нахмуренный и грозный на вид Воланд на самом деле очень милый добряк. Главное с ним подружиться, уверена ежиный эксперт. Ежи очень необычные животные. К ним нужен свой подход. Нужно знать их язык жестов. Что ежу нравится, что ежу не нравится. Нужно знать характер каждого ежа. Потому что у одного ежа, например, характер поведения один и какие-то звоночки будут как бы одного характера. У другого ежа совсем другое. В конце можно было оставить звезду в голосовании за того ежа, который понравился больше всех. Я, честно говоря, не смогла определиться. Это Мармеладка. Звезда недели по результатам голосования. Одна из самых красивых девочек, потому что у нее интересные пятныки вокруг глаз. Ну, Тимоша, тебе нравится? Да. Да, она очень озорная. Видите, в отличие от Алеши, она прям вот торопится навстречу приключениям. Что доказывает, что действительно у каждого ежика здесь свой характер. Дарья Безинская, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». Традиционный рождественский турнир под дзюдо провели в краевой столице. Проходит он каждый год и географии участников самые разные. Ребята приехали со всех уголков края. В этот раз в турнире соревновались юноши и девушки до 15 лет. Каждый год мы его проводим в разном формате. Иногда это командные соревнования по разным возрастным группам. Дзюдо, в принципе, один из самых популярных видов единоборств. Материальная база не такая хитрая, как и в некоторых сложнотехнических видах спорта. Достаточно наличия матов страховочных, и можно какие-то азы постигать. Это первые в новом году соревнования у дзюдоистов. Поклонники японского боевого искусства и философии разыграли между собой медали с ценными призами. А еще, и это самое важное, проверили готовность друг друга к предстоящему спортивному сезону. На этом все новости. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.